С возвращением в GTA 5 призраки, с вами Косигдая Гост, и сегодня мы прикупим новенький бункер для Тревора, для того, чтобы он смог пережить в нём конец света. В прошлый раз мы с вами прикупили бункер для Франклина и даже для Чопа, и теперь два этих персонажа у нас находятся в безопасности. Но я решил так, ребята, не обделять наших других главных героев, Майкла и Тревора, поэтому сегодня мы пойдем покупать бункер для Тревора. А если вы захотите увидеть продолжение, где мы также найдем бункер для Майкла и его семьи, обязательно поставьте лайкос под этим роликом, ребята. А как только мы наберем 5000 лайков, всего лишь так мало, я знаю, вы это сделаете очень быстро, я запишу следующую серию, и уже там мы посмотрим, какой бункер себе сможет позволить Майкл. Ну и, само собой, не забывайте подписываться на канал, те, кто через семье призрака, вступайте в неё и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы на канале. Ну что ж, давайте уже будем усаживаться. Кстати, ребята, первый бункер, куда мы поедем, находится очень близко. И это самый дешевый бункер из сегодняшнего списка. Вообще, у нас будет три варианта бункеров, начиная от самого дешевого за 100 тысяч долларов. Я, ребята, представляю, что такое там будет, наверное. Ну, 100 тысяч долларов, вы представляете, за бункер. Это очень-очень мало, короче. Хе-хе-хе. Я думаю, что будет полный шлаг. Тем более, бункер находится в этом районе. А вот я, кстати, нашёл уже это место. Блин, там собачка какая-то гуляет. Она меня сейчас не покусает, интересно. Давайте, ребята, лучше с другой стороны объедем, а то не хочу с собачкой связываться. Хотя, вроде, она как дружелюбная у нас. В общем-то, ребята, бункер находится прямо вот под этим зданием. В этом месте. Да, вот та самая дверь. Блин, капец, ребят. Вы просто представляете, да? Бункер. И в таком здании. У него даже вход какой-то непонятный. Просто дверь наполовину уже заваленная песком, не обчищенная. Офигеть просто. В общем-то, давайте будем заходить и осматриваться. Йоу! И это стоит 100 тысяч долларов? А за что, блин, такую сумму берут? А, походу, походу за электрику, да, всё. У нас тут и экранов он дофига дорогущих, и оборудование есть, и даже какая-то камера, чтобы снимать. Блин, тут 20 квадратов примерно. Может, 30. Это очень маленькое помещение. Я бы ни за что здесь не переживал конец света. Ну, поэтому оно и стоит 100 тысяч долларов. Курочка, привет, ты там как поживаешь вообще? Блин, зачем тут одна курица эта нужна? И ещё собака. Да, когда заходил, я увидел собаку. Вот она сидит просто и скулит. Смотрит на камеры. Чё там камера, кстати, снимает? Непонятно, какой-то ангар, как будто... Ай, ладно, ребята, короче, я предлагаю на этом не останавливаться. Мне совершенно не понравился этот бункер. За 100 тысяч долларов я предлагаю переместиться к следующему бункеру, который, кстати, уже стоит намного больше 100 миллионов долларов. Вот это, ребята, уже отличная сумма для бункера. То есть за такую сумму можно сериально прикупить уже что-то очень-очень крутое. И, возможно, у нас получится, да, ребята? Ну, вообще, на сегодняшний ролик я заготовил 1 миллиард долларов. 1 миллиард, ребята! Ну, за такую-то сумму, я думаю, что... Вот искать даже в Лос-Антосе хоть что-то хорошее не составит труда. В принципе, Франклина мы тоже бункер сделали за 1 миллиард. Так что всё будет по-честному. Кстати, место, куда мы отправляемся, находится вот здесь. Давайте поставим меточку и будем потихонечку ехать. Вход должен находиться там. В общем-то, это почти пригород Лос-Антоса. Место такое достаточно нелюдное. Поэтому, я думаю, ребята, оно хорошо подходит для бункера. Даже несмотря на то, что это город. У Франклина и у Чопа вообще бункеры находятся прямо под его домом. Поэтому, вполне себе, ребята, допускаю, чтобы бункер находился там. Единственная проблема, это то, что он находится далеко от нас. Но от дома Тревора, ну, ничего страшного. Если начнётся какой-нибудь метеоритный дождь, я думаю, у Тревора будет все шансы доехать. Тем более, сколько раз вы уже выживали во время конца света. Реально тут вообще фиг сосчитаешь. Кстати, призраки. Пока еду, хотел у вас спросить вообще, что для вас записать интересненько. Чего бы вы хотели увидеть на канале. Или я именно имею в виду не сериальчики, да, которые я знаю, что вы и так ждёте, ребята. Ну, я это всё прекрасно знаю и работаю сейчас. А вот именно над обычными роликами. Что вы бы хотели, чтобы я вам заснял? Подумайте над этим. Вот наподобие такого ролика, да, где мы купим Тревору Бункер. То есть, это не сериал, это просто такой вот видосик по GTA 5, да. Вот, ребята. Ну, они, само собой, у меня выходят практически каждый день такие, да. Не считая дни, когда я сериалы выпускаю. Эм, что происходит? Эй, может поможем копам? Так, давайте поможем. Хе-хе. Чё за бред? Так. Окей. И чё дальше? Они просто застряли. Давайте, выезжайте, чуваки. Эм. Ты чё офигел, что ли? Чё он мутит? Он взял меня, протаранил. Ладно, окей. Хорошо, что хоть хотя бы звёзд мне не накинули. А то сейчас бы пришлось счёт полиции угонять. Примерно 10-15 минут ехать до бункера. Я тут так прикинул. В целом, это недолго. Я думаю, что если Тревор сядет на тачку, когда начнётся там какой-нибудь метеоритный дождь, он спокойно долетит до бункера. Хотя все тачки будут подруги взрываться. Ну, ладно, ладно. Можно тогда предположить, что скорее всего нам понадобится бункер, в котором мы сможем, если что, ночевать. Ну, например, остаться там до даже начала апокалипсиса. Чтобы он был более комфортным, чем трейлер Тревора, где он сейчас живёт. Так, ну что ж, вот мы и приехали на место. Давайте сейчас мы с вами посмотрим вообще, куда мне нужно заходить. Я так полагаю, это место, да? Ну, давайте попробуем и зайдём, ребят. Посмотрим вообще сейчас, куда мы попадём. Да, ребят, посмотрите, какое здесь уже отличное место. Это огромный гараж, во-первых, да, в котором можно будет хранить припасы. То есть это такой предбанник, знаете, к бункеру. Здесь реально можно поставить много всего. Все припасы, которые пожелаешь. Если это, конечно, всё не обвалится. Но, судя по тому, как здесь всё укреплено. Да я думаю, фиг это реально свалишь, короче. Но вот за предбанник реально плюс. Единственное, у них тут, кстати, лампочка мигает. Но, думаю, ничего страшного, её можно будет поменять. Она не ломается. Но поменяем, короче, ребят, если бункер понравится. И, кстати, напоминаю, что стоит он 100 миллионов долларов. Погнали смотреть. Йоу. Мы зашли. Так, хорошо. Чё-то здесь как-то темновато. У меня фонарика, по-моему, нету. Давайте возьмём на дробовике фонарик. Чё это за место такое? Так, погоди. Оно как-то очень крипово выглядит на самом деле. Шарики какие-то. Блин, неужели тут просто день рождения было? Да, серьёзно. День рождения. Походу, ребят, Офигеть. Я хотел сказать, что бункер использовался вообще по другому назначению. Что тут какие-то праздники проводили. Ну, это, блин. Пять ночей с Фредди. Серьёзно, вон же они все. Бонни, Чика, Фредди. Ой-ой-ой. Это мне всё нужно осмотреть теперь, да? Чтобы принять решение, хочу ли я покупать это за 100 миллионов долларов или нет. Я готов сразу же сказать, что не готов. Можно, пожалуйста, как-то мне отсюда уйти? Кстати, если бы аниматроники были вот такие вот милые маленькие игрушечки, было бы очень хорошо. Я, по-моему, ещё что-то слышу. Тут какие-то звуки странные. Ладно, давайте, короче, проходить. Я не хочу тут задерживаться, честно говоря. Давайте просто всё это быстро осмотрим. Что у нас тут есть такого? Блин, это туалет. Ну, вот единственный плюс, который я могу дать пока что этому бункеру... Кстати, камеры стоят. Здравствуйте, блин. Смотрят там за мной, да? Наверное, сейчас аниматроники сидят. Вот, ребят, единственный плюс, который я могу сейчас дать этому месту, так это то, что здесь у нас огромное количество пространства. То есть огромное количество комнат там, туалет и всё остальное. Это реально очень круто. Так, тут у нас какое-то вообще послание. Ладно, хорошо, давайте будем лучше отсюда уходить. Его явно оставляли не для нас. Я не хочу участвовать в этих играх с аниматрониками. Так, туалет закрыт. Ладно, хорошо. Побежали тогда сюда. Просто какая-то комната ещё. Окей. Ой-ой-ой. Здрасте, блин. Я просто мимо проходил. Дайте мне ещё комнаты какие-нибудь посмотреть и просто отсюда свалить. Ещё такая же комната, но, кстати, здесь есть какой-то... Какой-то проход. Ребят, реально тут есть проход вентиляцию. Ладно. Окей. Здесь ещё одна комната. Кстати, тоже с вентиляцией. Предупреждение, что мокрый пол. Давайте устроим пати, здесь написано. Нет уж, спасибо. А можно как-то отсюда выйти? Я не хочу это покупать. Можно включить свет. Кажется, не работает, да. Света вообще нет. Вот все камеры, которые есть в помещении. Можно выйти, пожалуйста. Хух, да, ребят, всё, мы вышли. Так, ладно, всё. Я не буду тратить на это 100 миллионов долларов, серьёзно. Я не хочу покупать такой бункер. Ладно. Он, может быть, будет очень крепкий. И, может быть, там много места. Но, блин. Вы сами понимаете, да? Кто-то может обитать. Не-не. Нафиг, это точно не наш вариант. Получается, остаётся всего лишь одно место, которое нам осталось посмотреть. Это бункер за 1 миллиард долларов. Если он нам сейчас не понравится, то мы уже с вами ничего не найдём. Потому что я бункеров, ребята, больше найти в Лос-Антесе не смог. Едем мы вот сюда. На эту прекраснейшую виллу. Которая, кстати, продаётся вместе с бункером в придачу. Поэтому у меня уже самые, сори, чувак, самые позитивные предчувствия по поводу этого места. Ну, всё-таки, ребята, 1 миллиард долларов. Должно же быть уже хоть что-то хорошее за такую цену, как мне кажется. И, кстати, призрак, напиши в комментариях вообще, мечтал ли ты когда-либо о своём бункере? Вот, серьёзно. Который бы позволил тебе пережить там конец света, да? Или просто какой-нибудь локальный апокалипсис. Вот я реально мечтал, да и, в принципе, сейчас мечтаю. Реально хочу, чтобы у меня было подобное место. Не просто какой-нибудь подвальчик там, знаете. А реально сделанный бункер. Здоровый, каменный, с огромными толстенными стенами. Адаптированный под выживание, в котором много продуктов там на случай чего-либо, да? В котором есть своя вентиляция, там вода и прочие нужные вещи. Мне кажется, что это реально прикольная штука. Ну, в конце концов, там можно будет даже сделать просто какой-нибудь компьютерный клуб, да? Где будешь с друзьями сеять играть. Или спортивный зал, например. Где будешь заниматься. Так, короче, в целом-то можно много вариантов придумать, как это место использовать. Самое главное, чтобы оно находилось рядом с твоим домом. А поскольку сейчас мы с вами едем на виллу, которая сразу же продаётся вместе с бункером... Я думаю, у Тревора появится новый домишко. Так, здравствуйте, господа полицейские. Можно мне проехать, да? Ой, сколько тут охраны, капец. И прислуга есть. Я так полагаю, что всё это остаётся вместе с этим домом, да? Если я решаю его купить. Давайте заходить в сам дом. Посмотрим его для начала. Чтобы вообще принять решение. Ну да, дом шикарный, ребята. Просто восхитительный. А вот, кстати, я уже вижу проход в бункер, да? Огромная дверь стальная. Оп. Переходим. Так. И мы с вами, ребята, в огромном бункере. Да ну нафиг. Походу я нашёл. Ладно, давайте осматриваться. Он сразу же с охраной. Да ну, блин. Вы серьёзно? Охрана в придачу? К этому бункеру? Но он ещё не достроенный, как я вижу. Камень валяется. Да блин, ничего страшного. Его можно будет самому достроить. Самое сложное уже сделано. В таком огромном куске камня. Это в какой-то скале у нас просто под землёй. Сделан бункер. Как же это тяжело наверняка было сделать. Так. У нас тут ещё есть автомеханик. Да ну, серьёзно. Это чё за прикол? Тут вообще все, что ли, есть, да? Весь персонал. Так, ребят, я, кажется, нашёл бункер-то, да? Прачечная. Офигеть, блин. Куда-то дальше пароходик. Ой, как же тяжело, ребята, здесь будет. Поначалу вообще. Ну, я думаю, привыкнется со временем. Сейчас очень много ходов, кажется, да? Но я думаю, это изучается. О-о-о-о. Ребята, это гостевая такая, да? Бильярдик есть. Ну чё, чувствуется левел-ап, да? По сравнению с предыдущими вообще местами, которые мы с вами посмотрели. Так, здесь игровая. Ну да, блин. И тир ещё вон можно пострелять. Кухня огромная. Смотрите, сколько припасов, ребят. Вот про чё я говорил. Хотя, я думаю, здесь больше, потому что очень много людей. Ну, если побегать, наверное, найдётся. Чё-нибудь, какие-нибудь припасы в каком-нибудь складе. Он наверняка здесь есть. А, вот, кстати. Я, походу, нашёл его. Ребята, вот склад. Ха-ха-ха. Жесть. Тут реально и еда, и всё вообще. И стройматериалы. Йоу, блин. Сколько хавчика. А кто эти люди-то вообще все? Это реально всё персонал. Но он, да, что-то сверяет, состоит с журналом, всё проверяет. Блин, ребят. Ну, я думаю, что мы нашли с вами бункер, который я хочу прикупить. Он реально божественный просто. И, кстати, там ещё чувак что-то стоит, колотит. Походу, бункер-то достраивается потихоньку. О, у них туда же своя сперма. Есть. Чуваки, вы знаете, кого вы содержите? Йоу, блин. Это, если что, ребята. А вот вы сами напишите в комментариях, что это такое. Что это за штуки такие? Вот прямо сейчас напишите. Мне интересно, узнаете вы или нет. Я-то знаю, блин. И я бы сказал, что их лучше отсюда убрать. Ладно, хорошо. Потом с этим разберёмся. Вот, кстати, ещё коровки тут есть. Оу, блин. А там ещё арсенал гигантский, да? Я думаю, что оружия-то там вообще на всех хватит. Ну-ка, давайте посмотрим, что там конкретно у нас. Да, просто огромный арсеналище. Ну и капец просто. Вы посмотрите, ребята, на это. Сколько здесь оружия. Короче, злобия покалития здесь тоже можно запросто пережить. Давайте что-ли попробуем сейчас. Просто включим тот же самый метеоритный дождь. Посмотрим вообще, сможет ли пережить этот бункер падения метеоритов. И да, вы, ребята, посмотрите просто. Я их даже не чувствую. У меня даже камера не трясётся практически. Ну вот, так, только чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И всё. А, только чуваки вам побежали и испугались, да? Окей, ну ничего страшного. Бывает, привыкнут со временем. Привыкнут. Это ничего такого. Что там? Что-то взорвалось. Это самолёт? Ребята, к нам самолёт упал. Как он тут? Как он тут оказался? Это реально самолёт? Он просто, ребята, сквозь землю провалился. Ребята, это если что вообще не должно тут было появиться. Это баг. Он просто заспавился внутри нашего бункера. Ну ладно, чё, бывает, ребята. Это всё-таки ГТАшка, как говорится, да? Я думаю, что такое здесь иногда происходит. Ничего страшного. Блин, сколько он звуков неприятных издаёт. Офигеть. Он челика тут... На части просто разорвал. Ох, ладно, короче. Придётся уже сразу же добирать персонала. Я даже ещё это место-то себе не купил. Ладно, ребят, ничего страшного, короче. Я думаю, что забираем мы этот бункер 100%. Если он вам также понравился, поставьте лайкос прямо сейчас. О, тут ещё один выход есть. Ничего себе, блин. Прямо на виллу, офигенно. Пишите в комментариях, какой бункер вам понравился больше всего. Первый, второй или же третий. Конечно же, ставьте лайк, ребята, если захотите увидеть продолжение. Нажимайте на колокольчик и подписывайтесь. Обязательно. На самом деле, призраки. С вами, как всегда, был я, Жакогос. Всем удачи и до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока-пока.